27 марта 1994 года состоялись выборы в законодательные собрания Калужской области. Одновременно был избран и первый созыв Обнинского городского собрания. Обнинск был одним из первых муниципалитетов региона, где началось исполнение указа. За 30 лет депутатами было принято более 3000 решений, не только связанных с экономикой города, его социальной сферой, но и судьбоносные документы, которые определили будущее Обнинска на годы вперёд, рассказал Геннадий Артемьев. На выставке представлены фотографии людей, без которых и городское собрание, и Обнинск были бы другими. Множество раритетов, отражающих все периоды деятельности представительного органа. Напомню, референдум, который проводился в городе Обнинске, и по результатам референдума почти 80% высказали за то, чтобы город развивался как город науки. Это было внесено в устав города. Здесь также представлены и пакет документов, та программа развития Обнинска 1998 по 2005 годы, которая была направлена в правительственную комиссию для рассмотрения возможности присвоения статуса Наукограда. Тогда комиссию возглавлял тогда ещё председатель правительства Владимир Владимирович Путин, а через год, уже как президент, он, собственно, издал указ о присуждении статуса Наукограда нашему городу. За каждым депутатом надежды конкретных людей. Это высказывание президента служит девизом в работе обнинских народных избранников. С 30-летием городского собрания депутатов поздравила руководитель администрации города Татьяна Леонова. Обнинск уникален тем, что он всегда идёт вперёд. Какие бы новации ни происходили, мы готовы в них участвовать. Я очень счастлива, что в городе сложилась такая команда, которая поддерживает друг друга, которая делает всё, чтобы наш любимый Обнинск всегда был самым лучшим, всегда был городом первых. Экспозиция стала приятным сюрпризом и подарком людям, которые на протяжении многих лет служили городу.